Думаю, что у вас всё прекрасно, great, великолепно, very well, очень хорошо. И вы, наслаждаясь этой прекрасной музыкой, сидите где-то в укропном уголке или в кафешке, может быть, дома, лёжа на кровати, и комфортно изучайте английский. Цель этого курса сделать курс ненавязчивым, в то же время многое, что успеть вам рассказать, не углубляясь в грамматические дебри. Итак, мы говорим с вами о курсе для начинающих, для тех людей, которые хорошо его забыли, этот самый английский, хотели что-то бы реанимировать, и для людей, которые вновь хотели бы начать изучение этого языка. Итак, мы говорили про глагол to be в наших предыдущих уроках, как строить вопрос глаголом to be, говорили о времени present simple, как строить вопросы общие, специальные. Ну и общая была такая тематика, кто вы, чем вы занимаетесь, откуда вы родом, и мы фокусируемся с вами на разговоре, на прослушивании английского контента. Окей, so let's continue, давайте продолжим, и у нас здесь опять наша сегодняшняя задачка, это exercise 8, упражнение 8, listening, прослушивание, tape script 2.10, tape script 2.10, listen to 5 conversations, послушайте 5 разговоров, послушайте 5 диалогов. What are they about? О чем они? What are they about? Если можете, повторяйте за мной, повторяйте за носителем, ломайте язык, занимайтесь английским регулярно, не надо 2 часа в день, или 3 часа, или 4, пожалуйста, полчаса, но регулярно каждый день. Окей, so let's listen, давайте слушать, и давайте думать, о чем эти разговоры вместе. So, let's begin. Tape script 2.10. Tape script 2.10. Окей, let's begin. Что делает, чем занимается ваша сестра? Она студентка. Она хочет стать доктором. She studies a lot. So, she studies a lot. И поэтому она занимается много. Итак, идет разговор. Conversation is about her sister. Разговор о ее сестре. And her sister wants to be a doctor. Wants to be a doctor. She wants to be a doctor. Она хочет стать доктором. И мы много-много об этом говорили. С-очка. She is it. С-очка. Сестра это she. Окей, good. Very nice. Итак, первый разговор прослушаем. Does Peter like his new job? А Питеру нравится его новая работа? No, he doesn't. No, he doesn't. Нет. He works very hard. He works very hard. Он работает очень много. Опять наша любимая эс-очка. Ему работа не нравится. Работает много. Но, во-первых, пополняем свой словарный запас. Earn. Repeat. Earn. Очень трудно в произношении. Earn. Зарабатывать деньги. Выписывайте, записывайте. Как хотите, ну, пополняйте свой. Словарный запас – это гораздо важнее освоение всей грамматики английского. Earn. Зарабатывать деньги. С-очка пропала. Почему с-очка пропала? Потому что она перешла в doesn't. Вот она где. He doesn't earn a lot of money. Он много не зарабатывает. Итак, нюансы этого предложения. He. Да, здесь есть местоимение he, но earn без буковки s. Она ушла в doesn't. A lot of money. Много денег. Окей. Итак, it's a conversation about man, мужчине, who doesn't earn a lot of money. Кто не зарабатывает много денег, but who, кто, works very hard. Работает много, не зарабатывает денег. Окей. Next. Недоволен своей работой. He doesn't like his job. Job – работа, профессия. Three. Three. Is that your dog? Is that your dog? Is that your dog? А это ваша собака. Is that your dog? Это ваша собака. Здесь какой нюанс? Мы глагол to be в вопросе выносим на первое место. И все на этом. Не надо никаких вспомогательных глаголов, но это происходит только с глаголом to be. Тяните его на первое место, получите вопрос. No, he isn't. No, he isn't. Is that your dog? Это ваша собака. No, he isn't. Здесь какой нюанс? No, he isn't. Здесь, смотрите, использовано местоимение he для собаки, хотя для животных мы предпочитаем местоимение it, считая их не в той степени одушевленными, как человек. Но здесь исключение he, потому что часто домашних питомцев, а домашние питомцы, pets, домашние питомцы, их приравнивают к членам семьи. Поэтому здесь не случайно выбрано местоимение he, хотя no, it isn't, но нет, это не моя собака. Было бы сказано, может быть, вернее, it isn't, no, it isn't, выбирается he, потому что pet домашнее животное. It's my mother's. It's my mother's. Это собака моей мамы. He goes with her everywhere. He goes with it everywhere. Она ходит с ней. He goes with it. По-моему, здесь он перешел на it. He goes. Сначала выбрал he, потом перешел на it. Но вы посмотрите по TypeScript. Правильно ли я услышал? He goes with it everywhere. Everywhere. Она с ним goes везде. Итак, sorry, moms. Конечно же, she. Спасибо, что поправили. Goes, буква S. Она ходит с ним повсюду. It's – это местоимение для животных и для всех предметов. Он, она. He – для одушевленных. She – она для одушевленных. It – он, она, но не для одушевленных. Итак, мама гуляет с собакой повсюду. She loves him a lot. А обратно перешел на местоимение he, приравнивая домашнего животного к членам семьи. She loves him. Она любит его очень. His name is Boris. His name is Boris. Здесь, пожалуй, тоже есть нюанс. His name is Boris. Окей. His name is Boris. Окей. Нюанс какой? Слитное произношение. Вот эта S – это глагол to be. Я поставлю, что полный вариант читался так бы. His name is Boris. Скращенный вариант. His name is Boris. Окей. Good. Four. Four. Your friend Ella speaks English very well. Your friend Ella speaks English very well. Твоя подружка, your friend, Ella, speaks English. Говорит по-английски очень хорошо. Yes, she does. Yes, she does. Да, именно так. Goes to England every summer. She goes to England every summer. She goes to England every summer. Every summer. She goes to England every summer. Ну, опять хорошо нам знакомая S. Она знает английский очень хорошо. Она ездит в Англию каждое лето. Есть некоторые замечания по поводу поездок в англоязычные страны. Рекомендации такие. Общего плана рекомендации. Вы, пожалуйста, сами принимайте решение. Порой это все-таки не столь эффективно, как хотелось бы. Объясняю почему. Потому что порой вы едете в англоязычные страны и в этом смысле говорят вам, что вы будете жить в семье и много практикования английского. Не совсем это так происходит. Говорю из собственного опыта. Первый нюанс. Второй нюанс. Будьте очень аккуратны с выбором школы. Почему? Потому что на летний период, когда вы уезжаете за рубеж, в школах работают либо студентки, либо, может быть, какие-то не совсем высококвалифицированные учителя. И порой бывает так, что произношение этих учителей остается желать лучшего. Есть даже случаи произношения с акцентом. Ну и порой обучение скатывается к тусовке. Итак, вы приходите в школу английского языка в Пушкино, учите качественный, профессиональный английский, а потом выезжаете за рубеж и там отдыхаете как турист. Также практикуя свой английский, получится гораздо дешевле. Хотя, конечно, ничто не заменит. Выезд в англоязычную страну, это познание культуры, опробование того инструмента, который вы получили здесь, в России, обкатывание в реальной ситуации. Желаю удачи. Напоминаю, что у нас есть, кроме этого, еще программа со Стивеном. Дай бог она не закончится. Хотя Стивен сейчас работает в Китае, и могу открыть тайну. На Китае нужно, наверное, еще миллион Стивенов. Ему предлагают различные варианты работать. И мне со Стивеном, к сожалению, тяжелее и тяжелее приходится находить общий язык. Вот такая история. Стивен – это великолепный профессионал. Профессионалы ценятся везде. Окей, такое маленькое отступление. Извините, пожалуйста. Итак, мы приходим к следующему диалогу. Здесь it was a conversation about a girl. Был разговор about a girl, about девушки. Who knows English very well? Которая очень хорошо знает английский. И подкрепляя это, кто-то сказал, she goes to England every summer. Она ездит в Англию, в англоязычную школу летнюю каждое лето. Чем занимается твой дедушка все время? Чем занимается твой дедушка все время? Он много смотрит телевизор. Ну, а здесь какой нюанс? Watch – шипящее, свистящее, поэтому две буковки добавлено. Watches. Он много смотрит телевизор. Но по субботам он играет в гольф с друзьями. On Sundays, по воскресеньям, on Sundays, по воскресеньям, he visits us. А по воскресеньям он нас навещает. Окей, so it was the last conversation, conversation was about grandfather, conversation был о дедушке, who watches TV a lot on Saturdays. Play golf, on Sundays, he visits his relatives, relatives, родственников. On Sundays, he visits, он навещает, his relatives, своих relatives, родственников. Пожалуйста, прополняйте словарный запас. Окей, ну, наверное, еще мы сделаем два вот этих упражнения. Десятое упражнение, красная десятка. Write the name of a friend or relative. Замечательно. Попало слово relative – родственник. Выписывайте, зубрите. Напишите имя друга или родственника. Ask and answer questions with your partner. Ask and answer questions with your partner. Answer. Ask. Ask. Спросите. Answer. Ответьте на вопросы об этом родственнике и разыграйте этот диалог с своим партнером по изучению английского. Ну, мы будем говорить о прекрасной девушке Charlotte. Repeat. Charlotte. Charlotte. Who is she? A friend. Кто она? Друг. What does she do? Окей. Чем она занимается? What does she do? Alright. Ну, давайте так, я вижу вещи, может быть, она вещи продает. She is a shop assistant. Shop assistant. Окей. Продавец. She is a shop. Shop assistant. Посмотрите в ответах, угадал ли я. She is a shop assistant. What does she do? Чем она занимается? She is a shop assistant. What do you do? Чем вы занимаетесь? I am a doctor. I am a teacher. Дальше идет вопрос. Where does she live? Где она живет? Where does she live? In Switzerland. Zurich. Ну, к примеру. Switzerland. Швейцария. Повторяйте, пожалуйста. Switzerland. Switzerland. Zurich. 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 What does she like doing? Что она любит делать? Ну, давайте так. She likes reading books. She likes reading books. She likes reading love stories. Она любит читать любовные истории. Love stories. She likes reading love stories. Любит читать любовные истории. Окей. Но попытайтесь, пожалуйста, самостоятельно сделать этот диалог дома. А мы заканчивать будем tape script. Наш урок tape script 2.11. Tape script 2.11. Listen and tick. Послушай и тикни. Здесь надо... The sentence you hear. Listen and tick. Послушай и тикни. Поставь галочку. На месте того предложения... The sentence. Предложение, которое ты слышишь. То есть здесь восприятие английского на слух. Надо будет поставить тик либо в квадратике A, либо в квадратике B. Let's listen. Окей. Tape script 20. Tape script 2.11. 2.11. 2.11. He likes his job. He likes his job. Ну, буду подсказывать. Вы можете найти tape script и аудиозапись в Яндексе. На Яндексе диске. Там всё без моих подсказок. He likes his job. Letter A. 2. 2. She loves working. She loves working. Letter B. Она любит работать. She loves working. 3. 3. He isn't married. He isn't married. A. Он не женат. He isn't married. Ah. He is married. Это letter A. He isn't married. Letter B. Sorry. Letter B. He isn't married. Он не женат. 4. 4. Does he have 3 children? Does he have 3 children? Does he have 3 children? У него трое детей? Does he have 3 children? Letter B. 5. Where does he go? Where does he go? Куда он ходит? Where? Куда? Where does he go? Ну, по вечерам, в свободное время. Был прекрасный класс. Мы много успели. Best wishes to you. Have a great evening. Enjoy your life. Enjoy learning English. Наслаждайтесь своей жизнью. Наслаждайтесь изучением английского. Bye-bye, Alex. До свидания. talfivка. i Л sobre Субтитры подогнал «Симон»